Более 7 тысяч особенных детей региона получили школьные принадлежности и денежные сертификаты. Мероприятие было организовано в рамках благотворительной акции «Айна Лайн». Данные подарки школьникам вручил Аким области Мохамбетус Мухамбетов. Одним из процессов, направленных на формирование условий доступности и грамотности, является инклюзивное образование. Особенные дети нуждаются в особой поддержке. В настоящее время в регионе функционирует шесть инклюзивных кабинетов. В 159 школах находятся под опекой 1040 детей. Часть из них в преддверии Дня знаний встретилась с Акимом области. В целом особое место в системе образования отведено детям с ограниченными возможностями. В связи с этим в Атравской области функционируют кабинеты специальных консультаций, коррекции специальной школы-интернаты, реабилитационный центр. В целях полного обеспечения доступа детей с особыми образовательными потребностями к инклюзивному образованию в областном центре планируется строительство специального центра. Затем глава региона вручил сертификаты ученикам кабинетов инклюзивной поддержки школы имени Бурана Насамбаева, прибывшим на встречу. Эстафета милосердия, стартовавшая в области, продолжилась и в городах-районах. Акима города и семи районов вышли на онлайн-связь и пообещали передать детям подарки в рамках акции «Забота». За каждым ребёнком стоит родитель, который возлагает надежды на будущее детей. Они также выразили свою признательность за заботу, поддержанную спонсором нефтяной компании. Всем спасибо! В прошлом году был открыт кабинет шефства «Инклюзив». Это возможность для наших детей интегрироваться в общество. В этом месте собраны квалифицированные специалисты. Стартовавший по инициативе главы области в преддверии 30-летия независимости страны марафон 30 благотворительных добрых дел будет продолжен и в дальнейшем. В этом году встреча завершилась с красочной песней в исполнении особенных детей и фотографией на память. Субтитры создавал DimaTorzok